Мы понимали, что когда посмотрели состав, который идет у факела, понимали, что у них произошла определенная ротация в составе. Мы, к сожалению, такую ротацию себе не могли позволить. Поэтому с первых минут было видно, что факел посвежее был. Мы единоборства проигрывали, скорости уступали. Поэтому тот план на игру, который мы сначала озвучили футболистам, он не сработал. Потому что мы не успевали ни прессинговать, ни контролировать мяч в силу своего состояния физического. Три дня нам, к сожалению, с дорогой не хватило, чтобы восстановиться. Поэтому мы перестроили игру. Призвали ребят к тому, что сегодня придется потерпеть, играть вторым номером. Хотя это не свойственно для нашей команды. Но, тем не менее, призвали к тому, чтобы они терпели и проводили быстрые атаки. Потому что состояние сегодняшней команды физическое не позволяло нам прессинговать, играть такой агрессивный, быстрый футбол. Сработало. Не без доли везения. Много моментов был соперник, сегодня создаваясь у наших ворот. Качеством игры я, конечно, недоволен нашей командой. Но результат положительный, это плюс. И воспользовались теми моментами, тем пространством, которое соперник нам предоставил. Ну, только благодарен ребятам. Здесь их вины ни в какой нет, потому что они в таком состоянии подошли к этой игре. Это физиология, они просто не успели восстановиться, ротацию не смогли произвести. На фоне этого состояния выиграть на выезде у Воронежа, я считаю, это большого стоит. Я их поблагодарил. Они сегодня большие молодцы. Господа, вопросы? Арсан Борисович, можно сказать, что вы удачно играете с «Факела». В прошлом году 4 очка, в этом году начались победы. Не буду говорить, не спрашивая о плохом. При подготовке какие сильные стороны «Факела» в лиге, на что вы обратили внимание? Ну, посмотрели игру с Нижним Новгородом, посмотрели игру с Мордовией. Ну, мне пока команда очень организованная. Мы увидели, что сегодня они вообще по-другому играли с нами, нежели играли с Нижним Новгородом и с Мордовией. Здесь они больше первым номером, как бы на нашей половине сидели. Там они играли в средней зоне, больше строили такую позиционную оборону с выходом в быструю атаку. С выходом в быструю атаку, там у них инсайды по центру влетали. Ну, довольно-таки действенные. С Нижним Новгородом, то, что мы видели, они забили гол, «Факел», плюс еще там простили 2-3 момента. Я думаю, если бы они забили второй сразу, была возможность, там бы другой счет был. Призывали к тому, что команда очень добротная, организованная. Они сегодня показали классный футбол. Я же говорю, нам повезло просто в некоторых моментах. Там где-то вратарь выручил, где-то там они в завершении простили нас. Я думаю, что у «Факела» все будет нормально. Спасибо. Еще вопросы? Александр Борисович, сегодня в концовке неплохо вышел. Впервые Думбия у вас также подписали Гафару и защитника с чернобой. Можно уже говорить, что трансферное окно для вас закрылось? Нет, у нас еще как-то не закрылось, потому что у нас еще там 2 позиции надо нам усиливать. Я же говорю, сегодня мы приехали, у нас один нападающий, ну понятно, Гафар есть. У нас 2 центральных защитника, не дай бог, кто-то сломался, поэтому вообще непонятно, кто бы был центральным защитником. Мирошниченко травму получил, поэтому я считаю, что нам нужен еще один центральный защитник. Для того, чтобы спокойно быть, на каждую позицию надо по 2 человека иметь. У нас пока нет такой возможности. Субтитры создавал DimaTorzok